Всем привет! Играем в фазмопобию, соло, кошмар, ричвьюро, ключик, эдь, Лиза Ли. У нас сегодня благовоние распятия и датчик движения. Погнали, полиция. Дождит. Многие ждут этого прогноза погоды, поэтому... Дождит. Опять зеркало. Говорю опять, потому что вчера было зеркало. А это, получается, два зеркала подряд, что ли? Непорядок. Надо сообщить в профсоюз, что это за дела. Но зато мы сейчас как узнаем комнату призрака с самого начала? Угу, ясно. Знали комнату призрака с самого начала. Как и планировали, так сказать. Так, где я? Выбралась. Было тяжело, но я выбралась. Блин, ну подвал, вот что подвал. Жалко, нельзя применить какое-нибудь умение и заставить призрака поменять комнату принудительно. Типа, мне не нравится эта комната. Уходи. И призрак такой, да, да, конечно, извините, пожалуйста. А вы как ухотели? Вот эту маленькую коморочку? Да, пожалуйста, переезжаю. Потому что, ну как так-то? Ну прям подвал. Ну прям ты точно вот хочешь жить здесь. У тебя такой красивый дом. Что-то упало. Нет, не здесь. Мне показалось с этой стороны. Ну, совая. Я не вижу. Может свет включить, как вы думаете? Да. С тобой только начали дружить. А ты вот так вот со мной поступаешь? Ну, арбунеть, не лететь. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ладно. Ну, мне здесь надо будет два комплекта нести. Один комплект это все не покроет. А это давай в эту сторону. Вот так. Очень красиво будет. Пододать было или мне показалось? Возможно, это была минусовая. Лючи-то не взяла от тачки. Теряем все, что создано предками. Заходим и не берем ключи от тачки. Что это такое? Давайте смотреть. Какой-нибудь лазерный проектор, может быть? Небольшой такой. Небольшой, но чтобы мы заметили все. Дверь открылась. Достаточно. Юрей либо Они? Дверь открылась. Классно! Вот это классно! В подвале, да? Юрей и Они. Классно! Если вы сейчас смотрите это все, и у вас не мой вопрос застыл на устах. Почему я говорю, что это классно? О, мать! Здравствуй! Здравствуй! Ты Они? Или ты Юрей? Объясню. Чтобы понять, имеем ли мы дело с Они, нам хорошо бы увидеть... О, смотри, датчик движения с тобой был. Дальний кидок. В подвале увидеть дальний кидок немножко затруднительно. Потому что, во-первых, тут много предметов, и я не помню, кто, что, где лежит. Вот это не дальний кидок, если что. Дальний кидок, если бы он был вот здесь, а улетел вот сюда. Тогда мы бы знали, что это Они. В подвале, короче, тяжело за этим следить. Маленькая комната, вы там вот так вот встали, у вас все на виду, кружка отлетела, и вы такой, о, ну понятно, Они. Что касается Юрея. Да. Совершенно. Я с вами полностью согласна. Юрей имеет особенность, обилку может закрыть дверь в комнату. Ну, в принципе, на самом деле, есть, наверное, шанс у него. Но у меня в последнее время Юреи почему-то очень редко пользуются этой обилкой. Прям вот, ну, прям редко. То есть у меня бывают катки с Юреями. Я специально просто жду, чтобы посмотреть, как бы, будет ли это, я, ну, это не идет под запись. Это ради науки. Я специально жду, чтобы они хоть как-то что-то там где-то. И проходит целая катка, и проходит целая катка, и нифига, ни одной закрытой двери. А иногда мне опять-таки попадается Юрей. Вон здесь баллончик тогда в тот раз отлетел. И он закрывает двери чуть ли не по кулдауну. И вот что с ними делать? Непонятно. Пойдемте, наверное, искать Константина. Двери я открыла. Но если я приду, они закрыты, это очень подозрительно. С другой стороны, я не знаю, как именно они были закрыты. Там же есть тонкости. Там надо, чтобы она была закрыта вот сразу, целиком. Чтобы был характерный звук от нее. Только тогда это считается квалифицированным Юрейством. В Сони попроще, конечно. Но у нас есть еще один спасательный круг. Это гост-эвент в виде облачка. Если мы увидим такой гост-эвент, то мы тогда можем быть в полной уверенности, что это не Они ставить Юрея и уезжать домой. Но пока у нас был всего лишь один физический гост. По нему пока сказать ничего нельзя. Сейчас найдем кость, спустимся туда, будем следить за всем, что попадет в поле нашего зрения, включая раскидку ушей, вещей, закрытие дверей, гост-эвенты и прочее. Это не самая сложная пачка, которая вам может попасться. Здравствуйте, добрый вечер. Но есть некие особенности, которые мы не можем триггернуть у Они и у Юрея. Что значит триггернуть? Например, если у нас есть фантом, и мы знаем особенность фантома, он реже других моргает во время охоты. Здравствуйте, чпонька. Мы просто вызываем охоту к проклятым предметам, любым, ну, кроме карт, там посложнее, ну, пять из шести у нас есть на выбор. Мы вызываем охоту, смотрим, фантом не фантом. Это очень просто, все довольны. Или, например, есть у нас мираж. Мы насыпаем соль в его комнате. Он в какой-то момент начинает по ней ходить, выдает себя. Мы такие, мираж не мираж, все ясно. Но вот с Юреем и Они какого нет. Несмотря на то, что у них очень яркие обилки, Юрея еще можно обкурить в его комнате. Но это тоже такая лотерея. Он может никогда и не выйти из нее. Ну, в целом, в целом. Тут еще в чем проблема? Я не знаю, где она стоит в данный момент. Я могу дождаться, конечно, когда сработает датчик движения. Обкурить ее, поставить датчики на вход. Я не уверена, что у меня получится. Ну, давайте. Да, ставится. Косяк. Ладно. Попробуем выполнить обкур и посмотреть, будет ли Юрей. Но это очень шаткая проверка. Потому что ее, по факту, если вы ее запорите, эту проверку пройдет Юрей. А вы решите, что это не Юрей. Если кто-то только что к нам подключился, рассказываю цель. Нам нужно обкурить комнату. Точнее, нам нужно обкурить призрака. Поняв, где он находится в данный момент, желательно. Вот я обкурила комнату. Скорее всего, мне это засчиталось. Я выхожу вот сюда и засекаю полторы минуты. Блин, а какой это датчик сработал сейчас? По-моему, это вот этот сработал. Так, ты пока уйди. Ты мне мешаешь. Эксперимент весь мой портишь. Короче, мне надо смотреть, не подсветится ли выход. Вот, видите, подсветился. И по-хорошему, по-хорошему, это указывает на то, что у нас не Юрей. Потому что он вышел, он пошел за мной, а Юрей так не делает. Благовоние засчитала, и, значит, чисто технически я все сделала правильно. Но я бы, я бы не рассчитывала бы на эту проверку, потому что она мне не нравится. Она не точная, как мне кажется. Ну вот он опять пошел. Я даже не стала, ну, я даже не успела особо засечь, потому что вышел практически сразу. Короче, я очень много говорила, и не проследила за тем, рассказала ли я суть проверки. Мы обкуриваем комнату, и Юрей не сможет из нее выйти на протяжении полутора минут. Дверь закрыл? Вот видите? Видите, о чем я говорю? Вот так вот Они не должен уметь делать. Давайте еще раз подождем, потому что, ну, блин. Это же не я за собой закрыла. Я бы не стала бы за собой закрывать дверь. Зачем? Смысла нет. У меня уже вторая катка за последнюю там неделю. Подожди, ну, он сейчас ко мне пошел. Он сейчас ко мне пошел же. Или нет? Или он мне дыхнул? Я не видела, появился он или нет. Но вообще этот дых, это минус Сони. Мне нравится, как игра мне друг за дружкой последовательно, ну, кроме тупой проверки, подкидывает, закрывает дверь передо мной, говорит, я Юрей. Я такая... Непонятно. Непонятно. Возможно, это я закрыла, возможно, сквозняк. Непонятно. Потом игра, короче, делает мне гостевент в виде облачка. Я такая... Непонятно. Возможно, это не тот, кто мне нужен. Но это... Это Юрей. Это Юрей. Я просто услышала шаги, и мне показалось, что это тот гостевент, где он идет-идет, но там другой дых в конце. Так что это был гостевент с облачком, судя по аудиальной составляющей. Так что мы имеем дело с Юреем. А ты будешь мне кресты ломать? Или как? Я бы, наверное, утащила бы наверх зеркало. Подожди, а прятаться где? А. Сегодня процент тупки какой-то невероятный. Вот это не считается. Вот это не Юрейство. Если он появился в конце и закрыл дверь, это не то, что вы ищете. Нас интересует просто закрытие двери. Но он же мог там появиться, когда я увидела закрытую дверь. С другой стороны... Вы понимаете степень коварства этих призраков? Он опять дверь закрыл? На ходу начал. Продолжение следует... А почему мне зеркало показалось, что дверь закрыл? А, призрак вышел, наверное. Я когда смотрела в зеркало, дверь была закрыта. Либо это глюк фазмы, либо как бы, извините меня. Такое же Юрейство. Может, туда отнести крест? Как вот мне заставить его сожрать крест здесь? О! Вот он дых. И это совершенно точно дых. И крест сожран два раза. И мне пора бежать очень сильно быстро отсюда. Скорей! 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 Спасибо! Все работало в этой катке. Все работало. Кроме дурацкой проверки на Юрея, которую Юрей прошел. А не должен был. Все остальное закрытие дверей, дыхевуха. Тут все как бы, да. Все было очевидно. Если пиап еще бы не тупила, типа, а? Это дымок? Знаете, мем такой с этим, с бабочкой. Это голубь? Это дымок? Это закрытая дверь? Не понимаю, что происходит? Мда! Мда! Поэтому вот эта проверка на Юрея с Абкуром. Вот остерегайтесь ее. Она есть, она используется иногда, но она почему-то работает не стопроцентно. Я не знаю почему. Возможно, он вышел в этот момент, а я его вкурила, он обратно зашел. Ну, короче, вообще какие-то непонятные, непонятные. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на нашлерс в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.